Курорт Сочи – это открытие врачей. Именно они, попав сюда в конце 19 века, оценили возможности Черноморского побережья. Рождение курорта произошло в 1898 году, сразу после первого Всероссийского съезда по климатологии, гидрологии и больниологии, на котором прозвучал доклад комиссии по изучению Черноморского побережья Кавказа. Здесь развернули лечебные корпуса и начали практиковать новые методики. В начале 20 века в Сочи приезжает талантливый доктор Подгорский, заинтересовавшийся целебными свойствами мацесинской воды. Связь нашего современного здравоохранения с теми этапами, которые прошло здравоохранение города Сочи, медицина города Сочи, она незыблемая и одно из другого проистекает и продолжает. Все наработки, которые были сделаны еще в 19 веке, продолжаются сейчас и имеют свое новое современное звучание. Об истории сочинской медицины можно подробно узнать, посетив Музей истории города Сочи. Выставка под названием «Они давали клятву Гиппократа» продлится ровно месяц. Музей объявил акцию «Твой любимый доктор». Мы хотели бы, чтобы жители города принесли нам фотографии своих докторов, тех, которые лечили их самих, либо детей, и написали об этих людях. А мы впоследствии сформируем их личные фонды. На выставке представлены основные этапы развития больниц, поликлиник, станций скорой помощи, муниципальных аптек Сочинского медицинского училища. И биографические материалы, и фотографии известных врачей Сочи. Гордон основал первую больницу в Сочи, врач Соколов ликвидировал на побережье малярию. Сейчас в Сочи 35 медицинских учреждений. В них работает 250 врачей высшей категории, 62 кандидата и 5 докторов медицинских наук. Ежедневно врачи оказывают помощь более 15 тысячам пациентов. А в целом на курорте в медицине сейчас задействовано 3700 человек. Это врачи и средний медицинский персонал. Сразу после оснащения больниц современным оборудованием в период подготовки к Олимпиаде. В Сочи стали делать сложные операции, которые раньше возможно было проводить только в Краевой столице или в Москве. За два последних года сочинская медицина поднялась на максимальную высоту. Нашей съемочной группе разрешили присутствовать в операционном блоке нейрохирургического отделения 4-й горбольницы. Проводится второй этап удаления опухоли головного мозга. В поле зрения врачей женщина попала 4 месяца назад и когда уже не могла ходить, согласилась на операцию. После удаления большей части опухоли результат был налицо. Доктор Чаус объясняет, сейчас высокотехнологичное оборудование, риски практически исключены, поэтому исследоваться надо вовремя. Мы предварительно выполняем компьютерную томографию, на которой видим опухоль мозга, остатки опухоли, это удаленная часть опухоли. Всю эту информацию на диске мы устанавливаем в нейроинавигационное оборудование. После этого сопрягаем эту картинку с головой пациента. И после этого в 3D виртуально в режиме реального времени мы можем позиционировать инструмент по отношению к голове, к опухолю, к доступу, к жизненно важным структурам. И это позволяет хирургу не наносить дополнительные травмы для больного. То есть мы можем очень точно выйти на любую глубину, в любое место головного мозга. Нейрохирурги имеют достаточный опыт, чтобы здесь, в Сочи, на месте проводить операции и на позвоночнике. Это воспаление или опухоли на шейных, грудных и поясничных отделах. Операции по удалению грыжи диска поставлены даже на поток. Главное, говорят врачи, сочинцы должны знать, у нас в городе уже есть возможность получать высокотехнологичные, медицинскую помощь и окажут ее те, кто, как и врачи XIX века, давал клятву Гиппократа. Гелена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.